всем привет с вами снова рима продолжаем приходить бесконечное лето мод под названием ламповое лето у нас день первый провок с небольшим днем посмотреть ну так сказать неплохо очень хорошо даже сделано не зря потратим ножка деньги на их не реализация них него мод это сказать не зря не за как говорится я щас немножко давший под заебаные от всех людей так что максим может быть я где-то ошиблюсь чуть не договорю такое как говорится после работы вообще жизнь начинается фу были геймерские энергетики такие хрен поднастраивать так поехали не дожидаясь моего ответа маленькая помощница вожала схватил меня за руку и потянул с собой причем вполне успешно и подожди слабо сопротивлялся я но девочки не реагировал вряд ли это ребёнок сможет как-то мне навредить хотя бы нас и поднимет я чувство тут сейчас будет очень хорошо она его запрет не знаю мне такой чистый я скучно он тянул меня достаточно долго мне показалось что мы пересекли влаги поперек прежде чем становиться у домика самога многогранной крышей помена помимо страны формы отличительной чертой домика был пиратский флаг повешены одним из его жильцов на дверь это ее рукоделы кстати а как ее как кого его вы своди в свою руку из-за ловушки я понял что мы так друг друга и не представились поэтому поспешил исправить это если ульяна девочка но я схватил меня руку и потрясаю про текст нам рукопожатие да из нее энергии так и плещу это твой домик заходим девочка низкая прыжков добралась до домика и скрылась внутри оставьте приглашающий открытый я по связанию окна за дверью и домики ульяны бардак был покруче чем вожатском однако моя внимая перетянула на себя девичьи фигур сидящим кровати это же та рыжая хулиганка которая катила водой ухода риса кажется радость сейчас ее форма форма была где-то немного по-другому а башка была под грудь да ясно таким узлом на манер толкном и нет топика а галстер превратился на пульсник а это вообще законно время с энтузиазм прыгнула на кровать колесе похвасталась риска смотри кого я к нам привела это и был я план причем здесь алиса листа лениво перевел свой взгляд на меня и применилась лице о какие люди это еще раз уленка не понимаешь посмотрю на алиса уже знакомы вижу я старшая проигнорила вопрос лишь просил без моего разрешения мальчика дом не водить что я немного опешила такого выпада с ее стороны да нет чем мы не отлично не уленка тихо посмеялась кулачок посидится захотел ага и как я повелся на такую простую уловку а из вдруг понимаешь на я посмотрела я же сама знаю что все это случайность потому что спровоцированная ульяной уленкой после текстов ульяна тут же надулась и хорошо что он не стал перегибать палку вечно всякий мусор домой тащит вот именно лиза раскаталась прожига какие дума одним фокусом с ядром воды не обойдется ниже 0 я над улен как тоже залила смехом из глубине душе понимаю что это все глупая шутка ну нервное напряжение после всего произошедшего немного помутнил и сознание я не выдержал но за же надо выбрасывать верно не дожидаясь от это я покинул домик от души хлопнуть дверцей и вот блин я включил автопилот и погрузился в мысли если гнев то ли на себя то ли на рыжих и выпускал не тривиальных для себя методом ускорился надо же было взрослым парни купиться на такую утку да еще так отреагировать начал перед сайка принцесса в омар купал теперь перед рыжими как истеричка поступил сколько еще первых первых впечатлений испорчу нужно успокоиться собраться тогда все будет лучше ага как же я по привычке захотел спрятать руки в карманы пальто не понял что на мне сейчас пионетская форма щит выдержка про пути коротенький шортиках все что хотим омолодили было совсем плохо ладно хуже уже точно не будет я бы мог заниматься самым до чего ним дальше есть бы в раздумьях не налетел на кого-то неожиданно столкновение вы его меня из внутреннего самоблечевания и сострадания метро осел симпатичная девушка с грустным зеленым глазами и страну фиолетовыми волосами беги забыл что быстро были беги сейчас меня волновалось кое-что другое я помог и подняться увидел ее смущающее лицо прости пожалуйста я просто задумался не заметил тебя ты же надо было ого я нашел родственную душу рада в отличие от меня думает она наверно чем-нибудь возвышенным именно такое почтение сложилось когда я увидел ее практически аристократическую от сам поспешу провести принести извинения это моя вина я обижал не обращай внимание на то что происходит вокруг так что это я обязан принести извинения меня кстати 7 зовут я решу не упустить возможность представиться раз мы помирились и на ранее смущенно ответил пионерка и не пронирую больше ни слова повис молчание остановившись все более невыносимым насколько что его надо было прервать соображать и моя и пара девочка снилось против меня быстрым шагом исчезнут также быстро как и появилась резный персонаж даже не знаю что сказать но обитать это лагерь весьма интересны как по формам точно так думать пока напряжется салами куда глаза глядят туда ведут ее ноги я остановился напротив чаще леса думаю прогулку по нему должна меня успокоить и каким-то образом окажемся мы в клубе да как ни странно но в лесу достаточно свежо по сравнению с тем что происходит в самом лагере проход ты конечно недостаточно для меня как жителя севера который давно привык постоянно температурам ниже нуля но в целом комфортно жире осталось на себя в этом чертовом чертовом очень просто омоложение хоть и сделал из меня 17 летел мальчишку но вместе с возрастом пропала ненасытная потребность в никотине одной головной боли меньше уже неплохо я познакомился лишь несколькими людьми но ведь все не заканчивается на одном лагии и приграничным лесом и надеюсь это место заселить заселён не только девушками иначе моя замкнутость qps и интровертостью может служить неплохую суд ну да как я говорил блин как это катался называется полезно пошли москоп дашей как же круто я называется предугадал чай я честно скажу я не читал я вообще не читал это я читал старую а там по все по-другому тут все новый этаж я просто я быстро подумал что сейчас пойду поэтому и глядь москоп а потом вот тебе москлубы отлично интересно для чего построить сооружение здание стыд обособлено от лагеря сначала подумал что это какой-то склад но панорамные окна в пол о кричали что это не так о кричали думаю стоит все разузнать и музыки что же и приличие надо постучаться очень тихо зато я не доносился ни единого звука я выждал несколько секунд и повернул ручку при доме казалось достаточно просторным на 3 серия портрета баха шуберта еще какие-то неизвестных не личностей расположилась рост россыпь музыкальных инструментов от барабана установки до рояля регистраем несколько почек музыкальной митературы пока уверен в том что к ним ни единая душа не притрагивалась судя по здешним предметам это музыкальный клуб и как я вижу кружок и пользуется бой большой популярностью извини что за роялем кто-то сидит точнее спит спать носом клавиатура знакомое явление я усмехнулся решил пока не будить спящую красавицу с невероятно длинные хвостами волшебного комариного цвета тесно находка пока не буду ее будить а в кубе действительно много музыкальных инструментов это же целый рай для истинных музыкантов ряд ли используется семьи но по ним можно судить о количестве членов кубок это где они 65 что лучше выйти чтобы никому не мешать сон ценная вещь но моим планом не сложено было сбыться лица при дальских скрипного и девушка и девушка с другого не было печали ауди выкручиваться вот и наше первое знакомство называется давай а неплохо не музыка выбрались и честно знакомство нормально поехали а ты кто что здесь делаешь раньше не видео и не забудился случайно а как те суд рой вопросу налетел на меня а в девушку даже глаза не успел протереть привет я семен тени что разбудил если перечислить вопросы если на запомнить только последний ничего страшно не все на просыпаться надо иначе ночью не уснул я мику зовут а этому музыкальный клуб она забавная гордость и обвела помещение в руку и демонстрируя свой кружок нику да только никому никто почему-то не весь в то что мы это мои настоящими меня мама из не помню а папа русский инженер она произнесла это той же забавной гордость от чего я невольно улыбнулся гордиться тем что твой папа инженер достаточно забавная ситуация тихо и спокойно в достаточно уютно честно ответил я отличие от ульянки у мику не было камня за пазухой и я почему-то был в этом абсолютно уверен она стузиазм кино 2 news несу свет на длинных с хвоста цианого цвета послушно качнулись свет за движением головы их него не смотрелся и к тому же фигура не весьма зачетно таких девушек еще поискать правда в этом ноге природа не обделила красотой ни одно осы прекрасного пола внешне месяца отдельные отдельный случай не наверно никто не сравнится так ладно все не нужно мысли в сторону а пока причините зашелся я просто гулял по лесу и вышел к этому зданию а дальше любопытство сыграл свою роль вот ну что ну разошел сюда не против послушать как игра даже не смесь по заманчиво но 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 не 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 прости чувак но мы остаемся она а подождите о чем и не в этот раз а почему бы нет вон а подожди это точно нормально а на выбор извини в этот раз а почему бы и нет вообще странно странно конечно ладно запросы по тексту выглядеть как извини не в этот раз не будут мешать а то есть еще другие участники клуба подойдут никого больше не будет и 1 в нем состою но тут так много музыкальных элементов и они не выглядят забыть забытыми мне показалось ли она расстроилась из-за моих слов я умею играть на всех и наверное не веришь на и правда правда могу давайте покажу гитарой пока трогать не буду но еще есть пианино эти сыгра а я не треку тебя нет что ты мясор на тренироваться надо да и жара все еще стоит так что будет лучше и остаться заодно заодно оценишь мою игру эти любишь нас моментально музыку ну сам до конца не уверен чего я хочу я это ответил скриншоте но и на самом это группе vk чего такая не пост не очень сильно постараюсь очень хорошо даже первый день лишь столько хороших моментов можно сказать я чувствуя бы сейчас засунул тем временем музыкальная пионерка уже уселся пианино и выжидач посмотрел на меня же до ваших заказов я смогу с девушкам ну и к подумать что же попросить сыграть отлично и чё мелодия 1 мелодия 2 мелодия 3 мелодия 4 я конечно не понимаю могли написать что это будет грация что-то а то 1 2 3 4 ничего нам не дает а снова гатыкаем выпускать а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Действительно прекрасная Я подобрался поближе к пляжу и, недолго думая, полистил на песок и взглянул на безоблачное небо, в котором прекрасно было видно все небесные тела. Ты действительно захватывающий. Раньше я никогда не придавал этому серьезного значения, а тут все совсем не иначе. Я никогда не считал жизнь справедливой. На коды изначально есть все самое необходимое для комфортной и успешной жизни, а другие просто вынуждены работать после тяжелой учебы, платить за тесную халупу и питаться самыми дешевыми продуктами. После того, как я стал жить один, я прекрасно защитил на себе подобные испытания. Во время бессонной ночи открываешь холодильник, а он практически всегда пуст. Денег еле хватает на оплату коммунальных услуг, а еда, секреты и прочие необходимости также находятся в недостатке. Я всегда чувствую себя обузой и типичным неудачником. В отличие от многих сверстников, я никогда не был полон энергии, которую нужно было выпреснуть в какой-то вид деятельности. Меня всегда привлекало пассивный вид деятельности. Спать, сидеть допоздна за экран монитора и просто забивать на все огромный болт. Спорт был мне не интересен, как и любые состязательные игры. В физическом плане я не особо был рад. Все, что меня интересовало, это компьютерные игры. Я Семен Слизнев, лютый интроверт и самый ленивый меланхолик. И кроме этого, я очень ранимый. Меня всегда привлекала смерть. Мне всегда было интересно, как это происходит. Что мы чувствовали время смерти и где мы оказываемся после смерти. Но я никогда не мог предположить, что под смертью я окажусь в карте венгерского производства. А покинув его, увижу настоящий пенелагерь. Это вместе с детьми необычно. Где те же звезды? Они выглядят совсем иначе. А он окажется более масштабный. Девушки, на удивление, слишком красивые. Раньше подобных картин не наблюдал. Это не в счет того, что я практически постоянно хожусь в четырех стенах. Я даже на просторах интернета не мог подобного зреть. Но даже дело не в этом. Поп, просто не понимаю, зачем или чем мне закинули в пенелагерь образца 80-х годов. Я всегда привык тому, что у любого явления есть свое логическое объяснение. Но сейчас я этого не наблюдаю. В книжку какой-то степени моя мечта сбылась. Я наконец-то смогу забыть о своих проблемах, которые ежедневно меня окутывали своим страхом. Но находясь здесь, я поневоле смогу накопить новые проблемы. Еще один цикл неудачи. Мне просто кажется, что я не достойно прийти счастья и покоя. Видимо, на протяжении всей своей жизни я делал что-то не так. Я достал свой мобильник и обратил внимание на перечеркнутую иконку связи. Не знаю почему, но это не вызвало удивление, а скорее только безысходность в моей ситуации. Уже достаточно поздно. Пожалуйста, вернуться в центр лагеря и отыскать неломивую вожатую. Уж подсказывает мне чуть-чуть, что она где-то рядом. Ну, нормально. Никого не встретили, это хорошо. А слева в правом колобой встретили, не хотелось. Но если это не Мико. Ладно. Выйти на главной площади, случайно отмусно девушку приблизить моего возраста. Точнее, предыдущее возраста. С этим забыл, что не 17. Как только ее взгляд перевелся на меня, я поспешу спросить. Здравствуйте, извините, вы не знаете, где сейчас находится в Ольге Дмитриевна? Ну да, чуть-чуть его не подвело. Девушка не думала, посмотрела на меня, а затем улыбнулась материнской улыбкой. Ты немного потерялся. Да, есть такое. Я Ольга Дмитриевна, пожатого первого отряда. А ты, я смотрю, Семен Селезнев. Откуда вы знаете? Ну что-то глупо, вопросы. Я же вожатая. У меня все обо всем всем известно. Всем обо всем всем известно. Ладно, вот тебе и таинственные вожатые. Ей оказалась молодая и интересная девушка. Непривлекательный внешний, так же могла спить меня лишь одним своим взглядом. Но секунду измекнул мысль попробовать наладить отношения с вожатым. Но я снова забыл, что мне не позволяет нынешний возраст. Эх, а счастье было не за горами. Паши, я тебя проведу к домику. К сожалению, все места сейчас заняты, поэтому ты будешь жить у меня. А такие слов мне невольно перекосило. С вами? Да, а что-то такого. С неким интересом посмотрел на меня вожатая. Действительно, а что-то такого? Я буду спать в одном домике с вожатой. Это как-нибудь, минимум звучит странно. Нет, ничего. Это нормально. Вот же повезло. Пошли. Был, уже был, а тебе все носит по нашим окрестностям. Неужели так понравилось лагерь? Ну, здесь все так необычно. Ольга Дмитриевна одобрительно кинула. Рада тебе это слышать. А теперь идем. Уже довольно таки поздно. Я молотки кинул и двинулся след за вожатой. По пути к нашему домику некоторые жилища были без единого признака жизни. Думаю, вряд ли кто-то спит такое ранее для сновления. Это меня насражило, но я почему-то не решился у нее спросить. Все таки за сегодня немного переутомился. Эти скачки в прошлое знат ударили по организму. Что, конечно же, и стало аргументом относительно моего источения. Мне даже не важно, в каком домике я буду сейчас спать. Главное, просто набраться сил и хорошенько выспаться. А все остальное подождет. Когда мы вошли в домик, вожата заговорила. Спать будешь вот здесь. Ты, конечно, извини, что так вышло, но иначе никак. Не будешь же ты спать на улицу, верно? Ого. И симметическая нота ответил я. О, че ты так? Я же все-таки не кусаюсь. Тем более, я не храпаю. Так что спать ночью тебе не помешаю. Булкала смехнулась вожатая. А она не типичная ворчаливая женщина, а вполне здесь всего девушка. Женщину ее назвать уж и язык не поворачивается. Вижу, ты форму уже приобрел. И без меня справились. Молодец. Так вы в курсе? Нет, что ты ведь я послал вас в своем тебе встречать. Только мы тебя ждали, Семен Сорезнев. Надеюсь, тебе понравится у нас. И я надеюсь. Уж очень надеюсь, что это сам беззабитный переделагерь. Ну, а тебе спать. Зато тебя ждет достаточно насыщенный день. А теперь, если мне не трудно, можешь, пожалуйста, отвернуться к стене? Че? Зачем? Надо. Значит, надо. Ладно, я понял. Дай мне только сейчас дошло, что Ольга Дмитриевна необходима переодеться. Я послушно тренировался к стене, а вскоре так же принесла переодеваться еще несколько минут, и я полностью погрузился в сон. Кампы, это день второй. Как говорится, хорошо шла с крючком оставили. Вообще, братья, буду каждый раз говорить, когда новый день, я буду говорить про эту книжку. И как ни больше, ни меньше. Так, я думаю, здесь можно остановиться. Ну, правда, так, коротенькое видео. Ну, как говорится, я и одновременно устаю, и могу как долго почитать. Мне просто нужно свыкнуться сначала. Что-то потихоньку, потихоньку набираться. Если не будет он мне топить, все заебись отлично. А только я достаточно освоюсь, и мой голос, конечно, нормально будет функционировать, чтобы я мог читать нормально. Будет, х, все, х, хорошо. Она, будем, буду я заканчивать. Будем проходить мигом, как говорится, вам повезти как раз про нее, потому что у нас был полноценный рот сми, а сейчас вот такие моменты, что у нас некоторые рот уже. Так, что будем еще проходить мигу. А у мигу там концовок? Не хило так много. Сказать пять концовок, как говорится, вот эта жесть будет. Ладно, после лампового лета... А я скажу под критиком. Что будем? Ладно. Что-то говорить не буду долго, так что мы прощаемся. Все спасибо. Всем пока. С вами был Иван. И это было Бесконечное Лето. Мод под названием Ламповое Лето. День второй.